это двор образцовом и вот здесь были конюшни и естественно здесь кареты стояли и там же есть погреба и его погреба на момент постройки в 1820 году я думаю он был самым крупным строением городе саратов он погиб во время холерной эпидемии погибла его семья остались две дочери которые вышли замуж и дом перешел в управление как мужья которые решили сдавать его под резиденцию губернатор здесь слуги жили там у нас прачка не у нас конечно в доме была прачка принимал столыпин присягу и только когда сюда въехал последний губернатор петр аркадьевич столыпин что-то его перестал устраивать и он уже выбрала резиденцию достраивать на вольской и сергиевской это ныне мичурина и собственно сейчас внутри хотя и приватизированы наверно квартиры быть там остался прежний такие же коммуналки как и на протяжении почти всего двадцатого века он у нас старый весь рушится никто за ним не смотрит никто ничего не делает все вот что сами сделаем то и сделаем а так никакого движения все это устанавливали вот смотрите пожалуйста это же все рухнет толпы и тому подпорки это тоже мы все делали за свой счет особенно вот потолке обратите внимание наш наш пол то есть мы можем просто порвали она зависит от объема работ проекта она может стоить от 100 200 тысяч до миллионов это зависит от объема объема здания от объема работ не 10 и не 12 тысяч средства которые наверное жителям возможно и не под силу собрать издание которому 200 лет она конечно требует внимания но не такого которому уделяют нынешние собственники какого-то более серьезно потому что иначе мы конечно потеряем это знаковое для города саратового творения и и и и